Мы сегодня представили, что сегодня вторник, потому что начало недели выпало на среду. Хотим все равно путешествовать и не терять эту рубрику на этой укороченной неделе. У нас в гостях Анатолий Харитонов. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Анатолий наш коллега, он ведущий на телеканале УТС программы «Пешком по области». И я думаю, в том числе и ее автор. Правильно думаю. «Пешком по области» программа, которая рассказывает о разных уголках нашей малой родины. И о том, где уже удалось Анатолию побывать за время съемок, он нам сегодня расскажет. Сколько уже в программе лет? В программе получается уже три года. Она выходит с 2015-го и будет продолжаться еще долго. То есть не все объездили? Нет, еще не все. Еще остался неохваченным северо-запад. Это Крештовский, Северный, Убинский и Венгеровский районы. Но еще мы не были на юго-западе. Это в Карасукском и Баганском районах. Там тоже очень красиво. Мы сейчас занимаемся поиском интересной информации, интересных объектов. И, в общем, скоро третий эфир. Аномальных зон? В том числе. Ну, наверняка что-то такое было. Я больше чем уверен. Ну, вот в тех передачах, которые уже вышли в эфир, мы аномальные зоны не показывали. Их там просто не было. Но на самом деле, вот опять же, в тех же передачах, которые еще готовятся к эфиру, это Крештовский, Северный район, там аномальных зон хватает. Как вы подбираете места, в которые собираетесь? Пишут ли вам в редакцию? Либо вы сами как-то ищите в интернете какие-то места? Кто составляет маршрут, в общем? Ну, мы стараемся не пользоваться информацией из интернета. Почему? Потому что в интернете, как правило, пишут о наиболее известных местах. Если мы будем показывать то, о чем люди уже знают, то нашу программу просто не будут смотреть. Поэтому мы объезжаем, обходим районы, встречаемся с местными жителями, с работниками краеведческих музеев, с историками и собираем по крупицам интересную информацию. Как правило, мы работаем с поздней осени, с середины ноября и по апрель. Собираем вот эти интересные сведения, а в походы уже выходим с конца апреля. За три года уже во многих местах вы перечислили районы, в которых уже удалось побывать. Какие места были самыми дикими? Наверное, Салаирский кряж. Это восток Новосибирской области, Маслянинский и Искитимский районы. Когда-то эта территория была очень обжитой. Было много поселков, сел, деревень. Особенно в советское время там добывали золото, работали три драги. Это некий такой плавучий корабль по добыче драгоценного металла, можно так выразиться. Но сейчас осталась там только одна драга, а многие населенные пункты просто брошены. Вы были в них, да? Да, да. Прямо заброшены поселения? Да, ну как правило, это, скажем так, не просто заброшенная деревня, где куча домов стоит, пустые глазницы, оконных проемов и так далее. То есть это... Все, чтобы снимать фильм ужасов, да? Да, да, да. Ну, в основном это просто поле, где стоит несколько остров, старых зданий, каких-то коровников. Я часто видела, ну как, видела мельком некоторые программы, будем говорить, не помню уже в каких районах это было, но я помню, как вы ходите по каким-то... Дебрям. Дебрям, да, сквозь какие-то заросли, болота, что-то такое, места для какого-то активного отдыха, вот что-то вроде этого. Можете посоветовать? Ну, прежде всего, это, опять же, повторюсь, это Салаирский кряж, там можно найти много интересных мест, вот именно в плане активного отдыха, пешего туризма. Ну, если вот самое известное раскрученное место, это Зверобой, Берские скалы, но, грубо говоря, от него в одну сторону, там, 5 километров, 5 километров в другую, и мы уже видим дикую природу сибирскую. Вот, если говорить про другие районы, в частности, в Тогучинском районе есть замечательное место, Улантова гора, и вот вы говорили про то, что там по дебрям пробирались, и все в таком духе, это вот, наверное, было там. Да, да. Конечно, к Улантовой горе есть подходы, ну, скажем так, тропки натоптанные, но, опять же, повторюсь, мы стараемся ходить по тропам нехоженным. Давайте после рекламы вернемся, узнаем, каково это с точки зрения съемочного процесса по болотам. Самолет нам сегодня не понадобится, можно ногами. Мы пешком по области вместе с Анатолием Харитоновым сегодня отправляемся, ведущим телеканалу ОТС, автором этой прекрасной программы. Мы говорили о дебрях и зарослях, в которых иногда приходится прорываться в съемочной группе. Кстати, большая команда, все-таки по болотам-то толпой не поползаешь, наверное. Ну, естественно. Если говорить в целом о составе нашей команды, то это 10 человек, то есть над проектом работают историки, краеведы, также мы привлекаем специалистов в зависимости от темы программы. Вот, например, снимали мы про то, что в Новосибирской области находят останки животных ледникового периода, мамонтов, шерстистых носорогов, плестоценовых лошадей, гигантских оленей и так далее. То есть мы здесь в этом случае привлекали палеонтологов. Если в своей программе мы затрагиваем тему археологии, то мы уже привлекаем археологов и так далее. Рассказываем о том, из каких пород сложенные горы, сопки мы обращаемся за помощью к геологам. То есть в целом команда это 10 человек, но на маршруте максимум трое. То есть это я, как ведущий оператор и оператор квадрокоптера. Вы еще и сверху снимаете? Конечно, конечно. Профессионально. Вы упомянули про эти останки. Это где вы были? Ну, на самом деле их можно найти по берегам сибирских рек. То есть это опь ниже по течению, получается, от Новосибирска. Это Красный Яр, Седово заимка. Если южнее, то есть туда вот в сторону Сузуна, это Тарадановский Яр. Такое довольно большое местонахождение останков животных. И вы прямо вместе с археологами там были и прямо копали, или вы что-то уже готовое в музеях ощупали? Одну маленькую точную поиску и исследованием этих костей занимаются не археологи, а палеонтологи. Палеонтологи, да, да. Хорошо, прощаю. Да, мы были вместе с палеонтологами. На раскопках, да? Ну, копать там особо ничего не приходится, потому что каждый год осенью, когда уровень воды спадает, он обнажает вот эти остатки. И можно по берегу возле уреза воды идти и спокойно находить. Вот при нас буквально один палеонтолог-любитель, который был в составе нашей съемочной команды, он нашел бивень мамонта. Нам очень повезло, мы смогли заснять весь процесс, как он его вытаскивал, мыл, ну и дальше передал палеонтологам. Это было в 2016 году, в октябре. Да. Вы путешествуете дикарями или где-то базируетесь там в районе, да, и выезжаете на съемки, а потом возвращаетесь? Или прям все, в лес ушли с палатками? Вот, да, примерно так. То есть автомобиль нас довозит до леса, до точки старта, дальше мы с рюкзаками, с палатками, со съемочным оборудованием уходим на маршрут. Проходим 30, 40, 50 километров. Рекорд у нас был, по-моему, чуть больше 60 километров в прошлом году. Так вот, когда мы приходим к точке финиша, нас там ждет либо ГТС, это гусеничный вездеход в простонародье ГТС, либо туда доезжает проходимый джип. Мы садимся, выезжаем в город, на студию обрабатываем. Ну, и ночуете, не ночевали, да, в лесу? Ну, и была практика. Мы постоянно ночуем в лесу, то есть как минимум три ночи мы проводим наедине с природой. Вот, можете посоветовать, как опытный путешественник в дикую, так скажем, грубо, что взять с собой? Что обязательно с собой, да. Если мы хотим вот так вот пойти дикарями на природу? Ну, палатка, спальник, все зависит от того, какая температура будет на улице. Поэтому подбираете и, соответственно, под это спальники. Это одежда, все понятно, да. То есть спальники, да. А какие-то подручные вот такие средства, типа там спичек, чего-то еще, чем вы пользуетесь? Ну, естественно. Спички, ну, не знаю. Ну, вот мы, например, разводим костер спичками. Кто-то берет жидкость для розжига, но в лесу пользоваться жидкостью для розжига, ну, для нас, как для путешественников, ну, как нам кажется, опытных, это довольно странно, потому что всегда можно найти горючий материал даже в дождливую погоду. У нас были случаи, когда нам удавалось разжечь костер даже во время сильного ливня, потому что, опять же, повторюсь, сухой материал в лесу можно найти всегда. Это либо кора березы, береста, либо какой-то сухой мох, либо какие-то палочки, веточки, но, в общем, костер можно разжечь при определенных навыках, умениях. Какие-то просто живописные места, которые, ну, не требуют вот такой вот дикой проходимости, очень трудное и пролезание через дебри, просто где можно хорошо, красиво отдохнуть, насладиться видами, например, даже вот с детьми, с семьей. Ну, опять же, все зависит от того, какой вид туризма вас интересует. Если это пляжный туризм, то поезжайте в Ордынский район, на берег Обского моря. Замечательные, красивые места в Караканском бару, в окрестностях села Нижнекаменки, в окрестностях Чингиса, там такой высокий обрывистый берег, и если там поставят палаточку, разбить какой-то лагерь, вот открывается панорама Обского моря, замечательная. Вот, если вы интересуетесь каким-то, скажем так, историческим познавательным туризмом, то можете ехать в город Каинск, сейчас он называется Куйбышев, там очень много купеческих домов, замечательный, потрясающий краеведческий музей. Ну, опять же, можно посетить Сузунский район, там в райцентре находится Сузумо-монетный двор, музей тоже очень красивый. Ну, а на самом деле мест в Новосибирской области много, куда можно поехать. Куда в этом сезоне направляетесь, в этом съемочном сезоне? В этом сезоне мы будем работать над передачами, которые рассказывают о том, как красиво, таинственно и загадочно наша Новосибирская область на севере. То есть это Куртовский, Северный, Венгеровский, Убинский, Чулымский, Колыванский районы. Эти районы, конечно, доходят и, ну, частично, то есть на юг, туда, в сторону Транссиба, но нас интересует именно северная часть. Вот у нас будет несколько выпусков, которые посвящены одному из самых больших болот в мире. Если я не ошибаюсь, это болото занимает второе место по площади после Амазонских болот. Итак, Васюганское болото. У нас будут две серии о том, как на болотах работают исследователи, ученые из Института почвоведения и агрохимии СОРАН, о том, какими исследованиями занимаются их томские коллеги. В общем, будет очень интересно. Спасибо большое, я думаю, мы обязательно посмотрим. Хотелось бы прям, понимаешь, там оказаться. Возьмите Сашку. Не просто по телевизору. Без проблем. Пусть вам озвучит. Я обожаю такие вещи, особенно, что касается путешествий, встречи с животными и так далее. Наверняка что-то такое было, да? Да, да, да. С животными, конечно, приходилось встречаться. Мы видели, вот я рассказывал про караканский бор. Там мы видели, однажды, проснувшись, утром вышли из палатки, смотрим что-то там. Кто-то шелестит листьями, чуть-чуть присмотрелись. И буквально там в 10-15 метрах от нас проходит лосиха. И рядом с ней три маленьких лосенка. Знаете, очень-очень красиво. Но в таких ситуациях очень часто бывает, пока оператор заряжает камеру, пока ставит флешку, животные очень быстро уходят. И, в общем, нам не удалось их снять. Такие моменты. Да, здравствует телефон. Да? Да, да. Ну, как правило, телефон уже разряжается. Спасибо, Анатолий. Мы ждем от вас коровоченькую забавную историю жизни. Ну, вы знаете, у меня очень много историй, связанных именно с путешествиями, экспедициями. Потому что я путешествую с детства, начинал еще со своими родителями, можно так сказать. И вот вспоминается мне вот какой случай. В 2013 году мы снимали документальный фильм о том, как красиво Хакасия зимой. И вот собирались ехать туда, собирались в спешке. Некоторое оборудование мы забыли, в том числе так называемый глайдтрек. Это некая рейка, по которой может ездить камера, и создается эффект плавного движения. Когда снимаешь природу, какие-то красивые места. Вот это, ну скажем так, незаменимый инструмент. Так вот, мы приезжаем на место. Это где-то между Абаканом и Саяно-Шушинской, Гвес, по-моему, недалеко от Саяногорска. И нам нужно было бы снимать горы. Так вот, оператор придумал такую штуку. Из подручных средств, можно сказать, собрал глайдтрек. То есть он где-то раздобыл гладильную доску. На нее поставил... Глайд от слова «гладильная». Да, да, да. Значит, на нее поставил некую дощечку. Прикрепил снизу, не поверите, колеса от скейта. А сверху поставил камеру и туда-сюда катал. Те, кто проезжали по трассе, были очень удивлены. Нужно было видеть их лица. Они оборачивались, смотрели, что это делает. Что это делает оператор с камерой, катает в горах по гладильной доске. И не только столик, на который можно покушать. Еще и вон, где можно приготавливаться. Спасибо большое. Анатолий Харитонов у нас был в гостях. Спасибо.